Итак, привет всем пациентам нашей прекрасной клиники, если вы тут первые обязательно подписывайтесь, мы же продолжаем за Абэму освобождать Африку от белого человека. Поехали. И сейчас попробуем разрабатываться с Занзибаром. Занзибар, кстати говоря, да, допустил ошибку. О, старый конец проклятого предателя, смотрите-ка. Он мог превратиться именем нашего народа, но он уже давно был вычеркнут из кенийцев. Отлично, отлично. Разбираемся мы со всеми предателями. И да, они тут вышли вперед, получается мы сможем их, наверное, разбить полностью вот таким вот образом. Интересные агенты. В принципе, абсолютно нормальные агенты этого времени, исторические как бы шпионы. Классно, что их добавили в моды. Так вот, вместо того, чтобы отдавать через речку, вот так, ну через пролив вообще еще хуже, мы разобьем их вот здесь вот, таким полуокружением, после чего здесь они будут безорганизоваться, и там мы их добьем. Выглядит как будто круто. Может, я говорю, уже создать агентство, потому что я заметил, что нас разведанным побеждают, а это плохо. Нами делает... Конго против нас делает КБ. Черт возьми, через 100 дней оно будет готово. Нужно срочно готовиться к этой войне. Но у нас есть, благо, пехотка. Пехотка будет наша, благо, как бы, ну, солидная. Можно еще арту туда добавить, сделать ее еще более солидной. В общем, переживем. Ну да, как я и говорил, вот такая вот ситуация сейчас произойдет. Безорганизации останутся там дивизии и не смогут защититься. Еще один интересный нюанс, так как в Мадагаскар воюют с Антантой, периодически здесь появляются союзные корабли, то есть корабли Антанты. И в теории, мне кажется, благодаря корабля Антанты, наверное, я смогу высадиться, потому что здесь периодически было зеленое прикосновое море. Так это или нет, мы попозже узнаем, а пока путаемся к войне с Конго. Вы должны их увидеть, Антепарк опубликовал, отлично. И не стесняемся заказывать новые дивизии, потому что нам будут давать линд-лист на эти дивизии прекрасные глупые белые люди, которые не знают, что мы это оружие будем использовать потом против них. Ага. А еще я обнаружу, что у нас тут не хватает ЖД, давайте-ка достроим. А, можно попроще вот таким вот образом, чтобы вылазить там Жене. В идеале нам бы еще, конечно, машины исследовать бы и подделать, но это в будущем будет. Он объявил нам войну еще до того, как она сфабриковала КБ, это было странно. Но, допустим, надо срочно укрепить эту провинцию. Сейчас кто-то будет отступать и возвращает сразу обратно. Да, мы без проблем, думаю, победим. Нужно только достроить здесь ЖД и иметь здесь снабжение. Ой, мы можем взять этого агента Конга обратно к себе, потому что он перешел в нашу сторону. Шикарно. Шикарно. И мы просто успешно сидим в обороне, нам некуда спешить, мы доделываем нормальное снаряжение, как Конга теряет свое население и свои винтовки. Кромка неплохая, я бы сказал, по сравнению с другими африканскими странами, но до нас им далеко. Так что мы просто сейчас перепроизведем их, сделаем себе побольше артиллерии именно. Ее нам сейчас не хватает очень сильно в наших дивизиях. И, в принципе, пехотки тоже потихоньку побольше делаем, наша армия будет очень хорошей. Единственное, вот эти две дивизии я бы очень хотел распустить, но, к сожалению, единственное, наверное, что я могу сделать вот эти, подожди, вот эти дивизии, это сделать им, если это пополнение низкие, это максимум. Так, машинки у нас появляются, мы им отрезуем здесь снабжение, и все у нас становится вообще шикарно. Еще и новую дивизию приплываются потихоньку, прекрасно. Скоро будем наступать. И нам вся Антанта готова просто так предоставить кучу снаряжения. У нас, на самом деле, я думаю, да, очень много снаряжения не нашего в дивизиях, ну, а почему бы и нет. Единственное, о чем я полностью забыл, это о лопате. Я думал просто, что она у меня есть, я как-то, знаете, вывел это из уравнения. А вообще лопата нам очень нужна, потому что реки форсировать, но уж очень это все помогает. Как бы 25, ну да, защиты, прорывы, как бы, ты просто много чего здесь остается. Что для себя ради, атака вот здесь вот находится. В любом случае, очень лопаты нам нужны. Можно, наверное, начать наступление уже, как вручную, я бы сказал. Потому что вражеские дивизии, да, уже мало что себе представляют. Можно даже стрелочку пробовать нажать. Как будто наши дивизии себя показывают вроде неплохо. Да. Прекрасно, можем наступать. Тут еще и наши шпионы укрепленность им снижают. Ну и планирование, конечно, тоже убирают. Но так как они в защите, то планирование не работает. Тем не менее, отлично. Форсированная защита нажимается, но под ней они только потеряют, так сказать, окончательные свои силы. Я, кстати говоря, начал уже оправдывать КБ на Султана от Сомали. Потому что здесь у нас будут КБ, а вот на Восток нет. Поэтому можно делать самим. Еще можно поставить освобожденных рабочих. Надо сразу уже подумать про это. Тут у нас территория, кстати говоря, национальная, что ли. Да, поэтому у нас здесь все окей. Но в целом, да, потом вот здесь вот, наверное, не будут национальными. И гарнизоны нам уже нужны будут. Ну и вот примерно с такими вот разменами мы выходим против Конго. Прекрасно для нас. И давайте начнем делать, наверное, верфи. Потому что нам нужно какие-то корабли построить. Возможно, мы сможем тут заходить когда-то, но вряд ли это будет в ближайшее время. У нас начинается некоторые проблемы с снабжением. Я бы сказал, большие проблемы с снабжением. Но сейчас прорвемся вот туда. Как-то мы что-то получим. И нам бы, наверное, пробиться побыстрее на юг. Здесь тоже получили сомнение. Господи, сколько здесь провинций. Посмотрите на этот ужас. Отвратительно. Ну, я начал чуть побольше контролить руками. И в целом, как будто ситуация чуть улучшилась. Она как бы не то, чтобы и была плохой, но просто наступать в таких условиях очень неудобно. А еще пришла пора сделать второго генерала. Так что давайте кого-нибудь выберем. Господи, у всех такие себе статы. Ну, вот наш фельдмаршал, вот этот вот, имеет неплохие статы. Давайте же сделаем общий фельдмаршаловский приказ. И по нему и будем действовать. Ну, путем каких-то меток окружений. Постепенно Конго падает. Но, господи, сколько здесь провинций. Как же это долго все происходит. И как же здесь не хватает снабжения везде буквально. Ну, конечно, по рекам, наверное, реки мы позахватываемся, станет чуть-чуть получше. Но ситуация, да, грустная. И вот она наша первая верфь. Но, к сожалению, у нас нет никаких шаблонов кораблей. Надо бы этим как-то заняться. К примеру, начать исследовать эсминцы. Давайте, да, наверное, какие-то эсминцы. Ну, ладно, давайте начнем с каких-то легких крейсеров, казуально. И, ну, мы почти закончили. Здесь, господи, как это долго здесь. Посмотрите, насколько маленькие провинции. Они, допустим, вот с этими территориями. Или, не знаю, ну, здесь еще не совсем. Здесь тоже, насколько много провинций. Зачем такая большая проработка? Вот здесь, вот здесь такие вот огромные провинции. Вот такая. Типа, это какой-то ужас, на самом деле. Вот так захотелось сделать. Ну, вот допустим. Ну, и да, мы давайпали, по-моему, всю армию Конго. Буквально, да. И вот оно. Конго нашей. Конго, кстати говоря, как вы можете видеть, просто какая-то тонна ресурсов. У нас теперь все ресурсы мира есть. Прекрасно. Теперь у нас как раз готов к Бену на Сомали. Поехали туда сразу. Сомали. Ага, имеет помаринетку Эфиопии. Прекрасно для нас. Захватим сразу чуть-чуть побольше территории. Африку надо освобождать. Говорится в кратчайшие сроки. Забавный факт, наши горники тоже недоступны нам. У нас не исследованы горники, поэтому я не могу их здесь поменять. Но в целом здесь есть достаточное количество их. Так что, на самом деле, да, мы можем просто так вот сделать. Наверное, вот так. У нас теперь есть, типа, нормальная горная дивизия. Пока мы тут, кстати говоря, воевали тут. Народно-социалистическая партия объединяла Россию и успешно объединила в итоге. Говорит, она теперь солидно. По промочке, ну-ка. Тоже солидная страна. Здесь же Германия пропушила Францию, по ощущению, очень серьезная. Хотя, смотрите, тут неплохое количество стран, но в Британии Уэльс упал, Ирландия все еще снимает. В общем-то, да, они серьезные, но этого не хватает, видимо, для них. Хотя, я бы сказал, соотношение сил очень хорошее. И добавляем РСЗО в наши дивизии. Потихоньку тоже их будем заполнять. Чтобы готовы, можем начать войну с Сомалией и с Эфиопией. В целом, еще и третью агрессивность, пускай прям не стесняются атаковать. Куперный рот у нас тоже готовый, можем еще и их добавить. Наши дивизии, можно сказать, практически готовы. Да? Тупки тоже немножко не хватает, но постепенно тоже заполним. Пускай уже какие-то дивизии имеют бафы. Так, начинаем прорыв в Бебру и, я думаю, после падения Бебры, они перестанут сопротивляться. Да, так, и даже чуть-чуть раньше они капнули. Забираем их, я вижу, у них есть какие-то корабли. Ну-ка. Что же у нас север? У нас есть целых пять эсминцев теперь. Это уже солидно. Нам нужно строить какую-то капельку и, в принципе, мы сможем, я думаю, с приказом Израиля разобраться. Но уже мы можем разбираться с этими странами. Давайте сюда отправлять в нашу армию. Посмотрите, сколько мы снаряжения захватили. Прекрасно. Просто прекрасно. Можно, кстати говоря, переделывать его в наше современное, потому что у нас уже третье. И это очень сильно. И да, у нас наши пехотные дивизии стали очень-очень серьезными. Я думаю, у этих стран простые. Мы их, конечно же, будем интегрировать. Немножко потренировал войска, пока все доходили до позиции. Вот у нас еще и эсминцы первые готовы. Точнее, все крейсера. Я кое-как что-то пытаюсь исследовать. Надо еще выездки, в первую очередь, исследовать. В общем-то, когда-то, когда-то мы возьмем Адагасхар. Но уже можем брать себе вот эти две страны. Поехали туда. У нас здесь даже, смотрите-ка, они пытались контратаковать сразу же. Это вам удачи. Здесь же проблем, в принципе, никаких вроде нет. Прекрасно. Итак, Токейское королевство готово. Флота, а теперь у нее нету. И эта армия отправляется куда дальше? Наверное, в Центрально-Африканской империи. Давайте-ка ее добьем. У нас здесь имеются некоторые проблемы с снабжением. Я думаю, их здесь никак не решить. Точнее, как можно, конечно, что-то подстроить. Но, я думаю, было бы намного проще просто быстрее допушить до вот этого снабжения и прийти его снабжать. Вот Центрально-Африканская империя готова. Сразу же так кто-то там пытается с нами поспорить, но, очевидно, не получится ни у кого. И эта армия сразу приходит, я думаю, на следующую страну. Это, в принципе, Камерун. Как-то вот так поехали. Моги, нам здесь очень не хватает снабжения, на самом деле. Ну, попробуем сейчас пропушить. Вроде как, в этот раз должно получиться нормально. Поэтому, да, мы войну, я думаю, сразу и закончим. Сказали мы столицу? Да. Кап есть. Прекрасно. Следующая, я так понимаю, Замбия. Давайте-ка готовиться к ней. Вот так сделаем. Надо бы эту армию еще потренировать. И тех, кто будет обучаться, сюда направлять. Здесь ребята вроде как плюс-минус готовы. Кто-то туда обучается. Я бы немножко дал им на это время. Потому что мы должны, в принципе, достаточно быстро обучаться, я думаю. Оттуда пал Париж. Интрансал, к сожалению, проигрывает эту войну, по ощущениям. Итак, у нас тут дивизии все дообучались. Можем здесь начинать войну. И супер она будет успешной сразу. Хотя нет, шучу. У нас все зелененькое. Даже где-то был вначале красно. Все все равно. Да, обретая зеленые оттенки. Конечно же, благодаря Абэме. Прекрасному Фильмарфеллу, который умело управляет всеми нашими войсками. И наши войска, я думаю, тут тоже готовы. Давайте перестаним их тренировать. Они какую-то часть организации успеют пополнить. После чего перейдут наступления. В принципе, уже. И у нас здесь вот есть снабжение. Но, к сожалению, все идет через противника. Так что немножко нет снабжения. И наступайте. Абэмм приказал наступать. Почему вы не наступаете? Короче, наступайте. А то до ведущей винтовочки, конечно же, мы принимаем такие подарки. И вот Камерун тоже пал перед великим Абэммой. Неудивительно. Замбия последовала следующая. Также тут джипоти можем себя подмять. Конечно же, подминаем. Вроде как без каких-либо осложнений. А так и есть. Только она еще в альянсе, что ли, была? Нет, просто еще не капнула. Сразу же. Сейчас какая-то попадаем сюда, но... Чертовы хитрецы вступили в Рейхспакт. Смотрите-ка, здесь какой-то Сараевский аккорд. Османы в альянсе Стер... Подождите. А? Как это произошло, для меня абсолютная загадка. Но Австрия сделала вот такой вот альянс? Да, это австрийский альянс. Что? Звучит очень непонятно, как это все получилось. Но допустим. Ладно, я думаю, можно не волноваться слишком о Рейхспакте. Пожалуй. И просто сделать... Так, так... Сделать вот так. И начать освобождать страны от... Африканские, от белого человека Рейхспакта. А вот Россия начала машина на запад, так что наше отношение с ними совпадает. Так что сделали третий корпус крейсера. Я думаю, можно наконец-таки... Ну, хоть что-то начать делать из этих крейсеров, пожалуй. Я думаю, мы готовы. Так что нажимаем вот здесь вот галочки. И, блядь, войну сюда. Сейчас, скорее всего, сразу начнется война и здесь. Но мы к этому более чем готовы. Ну, наверное, какое-то вот такое вот чудо мы сейчас начнем здесь производить. Сейчас потихоньку будет наш флот нарастать. Конечно же, где возможно, мы построили верфи, но уже все слоты и так забиты, если что. Слушайте, нет. Несмотря на то, что там страны находятся в Рейхспакте... Ну, как страны? Страна. Они не зовут их? А, колониальное правительство. Все, я понял. Они их и не позовут. А может, эти тоже такие? Блин, эти не такие, эти позовут. Ладно, нам это на руку. Да, мы просто смогли взять себе и захавывать большой кусочек. Это приятно. А вот дальше уже точно идет Антанта. Стоит вопрос, насколько мы хотим далеко продвинуться в нашем освобождении Африки. Ответ. Да. А значит, пора готовиться к наступлению против Антанта, я думаю. Параллельно мы, конечно же, занимаемся защитой независимых африканских племен, потому что, очевидно, без великого Абемы, кто их защитит, кто сможет помочь им обрести или сохранить независимость, верно? И, конечно же, мы тренируем огромный резерв на всякий случай, потому что я пока не держу никаких гарнизонов против высадок. Но, если что, у меня будет кого-то поставить. У меня в какой-то бесконечный подход к армии, так что пойдет. Мы, конечно же, все только оккупируем. Кстати, тут, оказывается, у нас некоторое количество самолетов было. Конечно, стареньких, то я не очень уверен, от кого. Но три сотни таких, три сотни таких. Может, какого-то ивента мне их надавало, потому что их какое-то очень ровное количество. Потому что у меня таких, очевидно, нигде нету. Походу, либо по 25-50 есть у потов, и я их не захватывал, но числа слишком красивые, что мне кажется, что как будто это какой-то ивент. Но это нам пригодится, мы, наверное, дадим каким-нибудь генералам по чуть-чуть. А, вот и Лондон пал. Да. Конференционал, к сожалению, не оказался жизнеспособным. Что, товарищи, я думаю, пришло время начать нашу, так сказать, вендетту против фонтанты, против белого человека. Но начнем мы ее уже в следующей серии. Так что, ребята, с вами был Довгей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, твич, дискорд. Ребята, как обычно, и до скорых встреч. Всем пока.